Приветствую вас. Начать мне бы хотелось с того, чтобы спросить вас. Вы сами чего вообще хотите? Вот сами. Сейчас. На данный момент чего вы хотите? Или стать учиться, признание хорошего отношения, большей самостоятельности. Чего? Пока я вижу, что вы не принимаете себя, пока я вижу, что вы занижаете себя, пока я вижу, что вы, как бы это сказать, ориентируетесь на мнение других людей, пока я вижу, что вы, как бы, очень сильно зависите от их мнения, пока я вижу, что вы не уверены в себе, а пока я вижу, что вы пытаетесь, что вы принижаете себя, то есть вы говорите, извините за глупый вопрос там и так далее, то есть вы обесцениваете себя. И пока я вижу, что у вас не очень короче отношения с вашей мамой, например, которая, судя по всему, вас подавляет. Ну, достаточно сильно она вас подавляет, как мне это видеть. Вот. И естественно, естественно, вот это и мешает вам. То есть дело здесь не в том, что вам делают, как вас примут одноклассники и так далее. Дело здесь именно в том, что ваша мама вас подавляет, что вы, несмотря на то, что вы взрослый уже, да, что вам уже есть восемнадцать лет, вот, вы все еще ребенок для своей мамы и ведете себя как ребенок, а вести себя нужно уже как взрослый. То есть анализировать ситуацию, смотреть свои возможные варианты в ней, свои возможности, свои средства, вот. исходить из того, чего вы хотите именно для себя. И вот именно исходя из этого уже и строить свое поведение. Вот. А что вы делаете пока, ну вот, какое поведение пока вы продвигаете? На самом деле, на самом деле, вы продвигаете модель поведения именно детского. Что вот я у мамы под крылом там и так далее, а кто мешает вам, например, раз вы учите в вечерней школе, работать, ну, работать днем, а вечером идти в школу и тем самым, соответственно, стать независимым. Вот. Хотите в университет? Хорошо. Какой университет вы хотите? Что нужно для того, чтобы в этот университет поступить? То есть какие там документы нужны, какие требования нужны? Вот. Это же у каждого университета ведь свои требования. Правильно? Вот. Это тоже нужно определить. Вот из этого и исходите. Из этого и исходите. Главное – цель и самостоятельность. Вот. А ваша неуверенность в себе, которая имеет место быть, она вам так и будет мешать, если вы не будете, если вы с ней ничего не сделаете, если вы ее никак не проработаете. Вот. То есть я почти уверен, да, почти уверен, что мама ваша, она вас подавляет. Ну, вот. Таким образом. И я почти уверен, что говорит у вас именно ее голос, что вы там какой-то там плохой, там о вас будут распространять слухи и так далее. Вот почему вам до этого только есть дело, до того, что, ну, о вас будет что-то, что-то распространять. Вот. Это вот большой такой, на мой взгляд, вопрос, который нужно также вам самому как следует обдумать. Потому что он, очевидно, довольно сильно влияет на ваше, ну, на ваше поведение. Вот. А вот так, вот так, я думаю, можно ответить вам на вопрос. Причем здесь Франция и Америка, так же не очень понятно. То есть, как бы, образование есть образование, и вне зависимости от страны, и ничего абсолютно не меняется вне зависимости от того, в какой вы стране и так далее. Это, если честно, я не понял. Ну, разве что только то, что вы хотите жить в Америке или во Франции. Но сейчас вы не делаете ничего такого, что приближало вас к этому. Так что идите в университет, смотрите, какие требования нужны для поступления туда. Вот. И рассмотрите вариант работы с психологом именно на индивидуальной основе для проработки отношений с матерью и для выработки мужественного поведения. Потому что, ну, очевидно, что отца у вас либо нет, либо вы с ним очень мало общаетесь. Если хотите, чтобы у вас в жизни все было здорово и хорошо, то необходимо это сказать. Обязательно. В обязательном порядке. Просто обязательно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите уличку. Буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. всем. Желаю вам всего самого доброго и удачи.